Добрый вечер! Вы смотрите новости телеканала САМПО ТВ 360, студии Наталья Кузьмина. Вот некоторые темы выпуска. Кто станет первым владателем высшей госнаграды Карелии, определит общественность. Я вызвала скорую, потому что косточка вдавилась. Была такая впадина. Вызвала скорую домой. Меня скорая отвезла в БСМП. Оказалось, что я сломала косточку. Упал, очнулся гипс. Ежедневно порядка полсотни петрозаводчан обращаются в травматологию с ушибами, вывихами и переломами. Являюсь гернтоволонтером уже с 2014 года. Так бы стажист уже волонтер. Решила совершен социум в своей области. Пожилым путешественникам помогут. В Карельском центре добровольчества начали учебу 25 человек по программе социального туризма. Отчет министра внутренних дел, республиканский закон о валежнике и расширение перечня учебных заведений, где студенты смогут получать повышенную стипендию. Сегодня на заседании законодательного собрания Карелии депутаты рассмотрели около 30 вопросов. Подробнее расскажет Светлана Воробьева. Из почти 30 вопросов половина – это законопроекта. Один из них – так называемый в народе закон о валежнике. На федеральном уровне нормы вступили в силу с 1 января этого года. Они позволяют гражданам собирать в лесу валежник для собственных нужд. Сейчас в регионах приводят существующее уже законодательство в соответствии с общероссийским, дополняя с учетом местных особенностей. Карельские депутаты, принятые сегодня законопроект, называют достаточно гуманным. В ряде регионов Российской Федерации в жесткой форме приняли данный законопроект, где разрешено только лично руками собирать валежник. У нас же нет. У нас возможно и пилу с собой брать, и топор, и с помощью их заготавливать данный недревесный ресурс. На одно учебное заведение больше депутата Карельского парламента поддержали инициативу главы республики. И теперь студенты еще одного вуза Карельского филиала Всероссийского госуниверситета юстиции смогут получать именную стипендию за особые успехи в учебе. Дополнительное поощрение ввели с 2014 года. Сейчас это от 800 до 1000 рублей ежемесячно. Именная стипендия назначается по результатам учебного года. Студенты, аспиранты, стажеры, у кого есть свои научные разработки, у кого есть свои определенные достижения, в том числе и общественные, и спортивные. И что лично мне, как человеку близкому, все-таки это культура изучения родных языков и нашей истории. Также депутаты законодательного собрания задали вопрос министру внутренних дел республики Дмитрию Сергееву о том, какие выводы сделало ведомство после двух громких убийств девушек в Петрозаводске в сентябре прошлого года. И можно ли было избежать этой трагедии? Вот это лицо, оно и меняло и одежду, и все, но тем не менее сотрудники уголовного розыска сработали профессионально. В кратчайшие сроки, как была банальная помощь на оперативной информации, данное лицо было задержано. То, что предшествовало этому, я думаю, правовую оценку даст следственный комитет. Мы со своей стороны провели служебную проверку, но объективно все сотрудники, которые причастны к включению их руководителей, в этой служебной проверке были отмечены, и результаты всей служебной проверки находятся в следственном применении. Поэтому процессуальное решение остается за ними. По словам Дмитрия Сергеева, по этому вопросу в министерстве проведена служебная проверка, а процессуальное решение ожидают от следкома. Кандидатов на вручение первого ордена САМПа определят жители Карелии. Об этом глава республики Артур Парфенчиков заявил на встрече с председателем общественной палаты республики Любовью Кулаковой. Нам самая главная задача сейчас – проверить группы, кого общество считает достойным от награждения вот этой награды. А дальше уже на основании вашего решения, значит, комиссия приступит к работе. Ну, а я уже для себя очень простую задачу вижу, я просто соглашусь с теми предложениями, которые мы считаем. То, что общественность будет принимать в этом ужасе, это просто очень правильно. И это создаст такую атмосферу демократичную с точки зрения обсуждаемых кандидатов и самых достойных из разных областей. Напомним, закон о награждении орденом САМПа депутаты законодательного собрания приняли по инициативе Артура Парфенчикова в прошлом году. Награда будет присуждаться за особо выдающиеся достижения и заслуги перед республикой и ее жителями. Это высшая государственная награда Карелии. Январь 2019 года стал продуктивным для карельских промышленников. Карелия Стат сообщает, производство выросло в 2,5 раза по сравнению с январем прошлого года. Объем выпуска готовых металлических изделий увеличился в 11 раз. Выросло и производство текстиля и мебели. Кроме того, в 2018 году увеличился объем экспортных поставок товаров карельских производителей. Больше всего вырос экспорт черных металлов, древесно-стружечных плит, котлов, машин, промышленного оборудования. Также на экспорт поставлялись руда, топливная древесина, целлюлоза, крафт-бумага и картон, алюминий, электрические машины и рыба. Семьям с детьми помогут выплачивать ипотеку, время нахождения за рулем ограничат. Россияне признались в использовании нецензурной лексики. Об этом и не только. Расскажем коротко. Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил ввести ипотечные каникулы, то есть отсрочку по платежам для граждан, которые лишились дохода из-за увольнения или болезни. Государство будет субсидировать ипотеку семьям с двумя или более детьми не первые пять лет, а весь срок кредита. Уже взятый ипотечный кредит будет рефинансирован. Правила дорожного движения в России дополнят разделом нормы времени управления транспортным средством и отдыха. Так, водителям грузовиков или автобусов нельзя будет находиться за рулем более девяти часов в сутки. В России может появиться единый перечень граждан с игровой зависимостью. Соответствующий законопроект предполагает ограничить участие граждан в азартных играх. 23 февраля в Петрозаводске в рамках лыжного фестиваля «Карелия-Ски-фест» пройдёт большой семейный праздник, посвящённый Дню Защитника Отечества. Праздник стартует в 10 часов на спортивном комплексе «Курган». Каждый пятый гражданин России ругается матом ежедневно. Такие данные приводят в ЦИОМ. Это третье по популярности языковое нарушение в речи россиян. Наиболее частым отклонением оказалось использование диалектов. Скользко и больно. Ежедневно около 50 петрозаводчан обращаются в травматологию с ушибами, вывихами и переломами. Люди жалуются на скользкие пешеходные дорожки и проезжие части. Что делают коммунальщики, чтобы горожанам было не так скользко? И какие травмы сейчас чаще остальных фиксируют врачи? Узнавала Евгения Лёгкая. Обычный поход в магазин для Ирины Терешко обернулся переломом руки и операцией. Молодая женщина подскользнулась на одной из улиц Петрозаводска. Я вызвала скорую, потому что косточка вдавилась. Прям была такая впадина. Вообще ужасно. Вызвала скорую домой. Меня скорая отвезла в БСМП. Оказалось, что я сломала косточку. Дворникам, бы сказать, почаще посыпали бы чем-нибудь песком или еще что-нибудь. В это время года подобные случаи не редкость, рассказывает заведующий отделением амбулаторной травматологической помощи Александр Гильман. В день в медицинское учреждение обращается около 50 человек. Зимой травмы, как правило, серьезные. Самые частые травмы, которые возникают, это перелом лучевой кости в типичном месте. Возникает, когда человек падает на вытянутую руку. Поэтому профилактика этого травматизма. Падать надо на бок, падать надо на ягодичную область, но не на вытянутую руку, потому что там самый тонкий слой костной ткани. Петрозрачане жалуются на то, что тротуары покрыты толстой коркой льда. На поребриках наледи. Посыпаны пешеходные дорожки далеко не везде. Очень скользко. Очень. Меня спасают две палки. Без палок я бы никуда не могла пройти. Так что для пожилых очень тяжело. Очень безобразно. И по лестнице мы везде, ничего нигде не сыплется. Так что, я говорю, это вообще безобразно, конечно. Погода этой зимой переменчивая. Оттепели сменяются заморозками, что усложняет работу по уходу за проезжей частью и тротуарами, рассказывает начальник управления городского хозяйства и транспорта Андрей Бекелев. В заморозке стараются работать с самого раннего утра и до поздней ночи, заявляют в администрации. Сначала посыпают и обрабатывают противогололедным материалом центр. Затем техника отправляется в районы города. В зависимости от категории дороги, кратность посыпки разная. Но после того, как выпал снег или образовалась наледь, как минимум везде один раз, проезжая часть обрабатывается. И мы могли это наблюдать. Вот в дни, предшествующие таким неблагоприятным условиям, практически все автодороги были в асфальте. То есть, ну, это не нужно думать, что произошло только потому, что была положительная температура. То есть, безусловно, все наледи перед этим были обработаны. Глава республики и глава города озаботились вопросом безопасности людей. Руководители органов исполнительной власти обязали обеспечить уборку от наледи на территориях больниц, поликлиник, республиканских учреждений образования и других организаций. Расчистить территории поручили и муниципальным учреждениям. Рейды по проверке качества уборки проводят ежедневно. Так, 19 и 20 февраля выявлены нарушения на 122 объектах. В их числе школы, сады, общежития, учреждения здравоохранения, магазины и здания почты. По результатам рейдов составлено 49 актов и фототаблиц. Будут приняты меры административного реагирования. Евгения Легкая, Сергей Беляев, Александр Борисов, САМПО ТВ 360. Карельские семьи стали чаще использовать материнский капитал для оплаты дошкольного образования детей. В 2018 году более полутора тысяч семей в Карелии воспользовались этой возможностью. Только за январь этого года Пенсионный фонд Карелии перечислил в образовательной организации более двух миллионов рублей из средств материнского капитала. В 2017 году эта сумма составила 1 миллион. Специалисты связывают это с тем, что именно с января 2018 года средства материнского капитала можно использовать на дошкольное образование тогда, когда захотят родители. Раньше сделать это можно было только спустя три года после рождения или усыновления ребенка. Заявление о распоряжении средствами маткапитала можно подать в отделение пенсионного фонда либо в электронной форме через единый портал госуслуг или личный кабинет на сайте Пенсионного фонда. Морозец Паккайни давно полюбился как детям, так и взрослым. Сегодня в издательском доме «Периодика» состоялось ежегодное мероприятие «Книжная мельница», на которой презентовали литературную сказку о приключениях морозца. В стенах издательства «Периодика» сегодня представили новинки на карельском, финском, вепском и русском языках. На презентации рассказали и о том, как проходил процесс создания книг. Новое издание о приключениях необычного мальчика Паккайни представила член Союза писателей России Наталья Красавцева. Я работала в журналистике до выхода на пенсию и когда-то попала на игры Дедов Морозов, еще когда первые игры проводились в Оланце. И меня эта вся история с мальчиком Паккайни просто поразила, потому что это вообще-то современный фольклор, который в нашем обществе уже цивилизованном практически не создается. В бюджетном финансировании Наталья отказывали два раза. И вот совместно с издательством «Периодика» была отправлена заявка благотворительный фонд «Кострена», который впоследствии и профинансировал издание. Книга состоит из двух повестей, каждый на двух языках – русском и карельском. Повесть для таких детей, может быть, среднего возраста, я бы сказала, «История первой любви девочки, которая полюбила вот этот сказочный персонаж Паккайни». Это такой бренд, карельский бренд, бренд города Ланца. И мне очень понравилась эта книга. Когда Наталья Григорьевна предложила мне перевести ее, я, конечно, с удовольствием согласилась. Новое издание, дополненное сказочными историями, вышло в твердом переплете. Красочно проиллюстрировано художником Екатериной Вещиковой. Марат Дожидаев, Владислав Будников, САМПО ТВ, 360. Обучение волонтеров по программе социального туризма стартовало. В Карельском центре добровольчества подготовку начали 25 человек. Из Петрозаводска, Кондопоги, один – дистанционно из Костомукши. Претендовали на место в программе обучения волонтеров социального туризма. Порядка 100 человек. Отбор прошли только 25. И еще пятеро вошли в резерв. Так получилось, что это одни женщины, которые очень хотят помогать возрастным туристам в их путешествиях. Являясь гернтоволонтером уже с 2014 года, так бы стажист уже волонтер, решила совершенствоваться в своей области. Своими школьниками в школе пациента мы сами занимаемся социальным туризмом. Путешествуем по нашему Петрозаводску. Все это очень интересно, и поэтому решила побольше узнать, что еще в этой области я еще не знаю. Будут учить общаться с людьми, встречать группы, разрешать критические ситуации, какие-то проблемы решать, которые могут возникнуть в ходе той или иной ситуации. Я думаю, что это все такие психологические моменты, и не бояться общаться с людьми. Вот это важно. Первое занятие об основах добровольчества провела руководитель центра Дарья Маковецкая. 40 академических часов, 10 занятий по два раза в неделю. Они продлятся до 7 апреля. В итоге зачет в форме деловой игры по организации и сопровождению группы социального туризма. Затем волонтеры смогут помогать в путешествиях с группами возрастных туристов. Таких маршрутов в Карелии уже порядка 10. Их разработали туристические фирмы по всей республике. И это все новости к этому часу. Будьте с нами и до встречи на Сампо ТВ 360. Субтитры создавал DimaTorzok